Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на этом канале вы всегда найдете, что посмотреть по танкам. Разная тематика, открытие контейнеров, прокрут рулетки, зацен новой техники, обзор всех новостей, ивентов, подсказки, как пройти то или иное игровое событие. Все это вы найдете на ВотГСН. Поэтому, ребят, подписывайтесь прямо сейчас, ставьте лайк данному видосу, обязательно жмите на колокольчик. Отдельная благодарность спонсорам канала. Ребят, спасибо большое за то, что вы есть и за то, что финансово поддерживаете канал в его развитии. Мне это безумно приятно и действительно круто помогает. Ну что, ребят, поведаю вам короткую историю про то, как меня дернул, сказал бы, черт, но в данном случае язык не повернется, покрутить рулетку на бомбические контейнеры. Как вы знаете, я не любитель крутить рулетки и не любитель открывать контейнеры. Я за то, чтобы покупать себе технику непосредственно с магазина, потому что в таком случае ты точно знаешь, что ты получаешь. Ну а что конкретно получил я, давайте посмотрим вместе, ну а точнее я вам похвастаюсь. Крутил, ребят, я эту рулетку на своем не основном аккаунте и, честно говоря, не рассчитывал на что-то крутое. Думал так, знаете, раз-два крутну и не более того. Происходило следующее. Зашел я, короче, в игру и думаю, а не зайти ли в рулетку и просто хотя бы разок за 100 голды не крутнуть ее. А вдруг, вдруг мне повезет. Ну и, короче, меня немножко засосало. Сделал первый прокрут на 100 голды и с этих 100 голды не могу сказать, что я там прям очень круто что-то получил. Но меня удивило то, что я получил не контейнер с каким-нибудь там камуфляжом, а получил контейнер собери их всем. Талисманов на данном аккаунте у меня нет, поэтому то, что из него выпало, меня, честно говоря, раздосадовало, но немножко подзадорило. Я сделал следующий прокрут на 150 голды. Когда я сделал прокрут на 150 голды, я, в принципе, был, ну, еще раз удивлен. Почему именно так? Почему опять контейнер собери их всем? Еще раз открываю данный контейнер, подвисает игра немножко и выпадает ни много ни мало ИСУ-130, которой у меня на аккаунте не было. Ну и я себе подумал, слушайте, 250 голды потратил и получил себе тачку. Почему бы и нет, можно крутить дальше, по крайней мере, в пределах стоимости данной премиумной машины, потому что в таком случае, в любом случае, в минус я не уйду однозначно. И получаю черные ящики. Но черные ящики никого не удивляют, там есть какой-то запас голды, который, в принципе, не выпадает. Сначала 300 золота падает, потом после 300 золота мне выпадает, ребят, внимание, ну, правильно, 400. То есть, идем практически по максималкам. Не знаю, то ли в ЭГЭ мне подкрутили на этом аккаунте, то ли что-то произошло. Но так или иначе, с третьего контейнера, черный ящик второго уровня и 100 голды, а из конта, который открываю, получаю еще дополнительно 300. Короче говоря, ухожу довольно-таки крутой плюс вверх. У меня уже более 10,5 тысяч на счету и решил покрутить еще. Понятное дело, что мне без сучка и задоринки выпадает контейнер сюрприз, который, я бы не сказал, что сильно большой сюрприз мне приносит, потому что приносит мне контейнер на объекта 274А. Я такое себе там ладошки потеряю, думаю, во, танчуху достану. Нет, не повезло, но в целом я не ставил никогда ставки на контейнеры сюрпризы. Не нравится мне этот контейнер в контейнере, из которого, возможно, что-то упадет. Делаю еще один прокрут, пока нахожусь в пределах своей золотой копилки, или даже больше, чем она у меня была изначально. Ну и, понятное дело, получаю контейнер с кастомизацией, открываю его сугубо из принципа, просто чтобы не валялся, и еду дальше. 370 голды мне приносят не много-де-мало, а мистический контейнер, из которого, ребят, ничего не получаю. Обидно, досадно, но решаю ехать дальше. Я-то, в конце концов, в плюсе, что мне останавливаться-то? В любом случае, я купился, то есть, крутить могу хотя бы на 4000 уже однозначно. Поэтому контейнер с легендарным аватарщиком меня не беспокоит абсолютно, и еду дальше. На следующем прокруте я сижу, стучу пальцами по столу, ребят, ну и, соответственно, получаю себе, ни много ни мало, целых 2 мега контейнера. Думаю, блин, вот отсюда бы сейчас что-то достать, и, ребят, не достаю ничего, кроме 1000 голды, которая меня безумно радует, потому что косарь в плюс на копилку, это действительно интересно. Открываю второй контейнер, и из него, ребят, 500 голды. Да, можно сказать, что плохо, но, с другой стороны, хорошо, у меня опять более 10 тысяч на счету, а значит, можно еще покрутить. Но, как говорится, главное, не упасть на уровень плинтуса, или не опуститься ниже. Мега контейнер открываю, и из мега контейнера, ребят, достаю себе немного, немного голды. Еще 250 на счет упалок. 720. Сижу, думаю, крутить или нет. Думаю, ладно, бог с ним. За 720 тоже прокручу, и когда прокручиваю за 720, вот здесь начинаю потихоньку прижиматься к стулу, потому что сумма уже не маленькая, а получаю всего лишь черный ящик, причем один. Ну и понятное дело, что из этого черного ящика окупиться вроде бы не должно было получиться. 100 голды, черный ящик выше по уровню, который открываю и забираю из него целых 800. То есть, получается, ухожу еще в плюс по отношению к тому прокруту, который делал. За 830, то есть, получается, практически за сумму, которую только что из черного ящика получил, кручу еще раз рулетку. Ну и понятное дело, что седло прижимается к стулу все сильнее и сильнее, потому что получаю 3 черных ящика. Вообще, я удивлен был тому фарту, который происходил со мной конкретно с этой рулеткой, конкретно на данном аккаунте. Потому что на данном аккаунте рулетку я кручу только второй раз. За первый раз я ушел в существенный минус и ничего не получил. По-моему, слил тогда 3000 золота просто в унитаз. Ну а здесь прям прет и прет. Голда сыпется. В особый какой-то минус я не ухожу. У меня в любом случае больше на счету, чем было на момент старта прокрута рулетки. Да еще и восьмерка стоит. Какая-никакая, все-таки уже в ангаре. И которой я планирую пользоваться однозначно, поскольку особо премиумных машин в ангаре нет. И здесь я получаю ничего себе целых 3... Ой, господи, 3... 7. 7 бомбических контов. Главная награда раньше, чем финальный прокрут рулетки. И это меня прям капец как удивило. Здесь я получаю себе мистики, получаю 500 голды, еще сотку из мистика выбиваю. Ну и, соответственно, продолжаю дальше открывать данные контейнеры. Со второго контейнера я не могу сказать, что прям сильно был удовлетворен тем, что получил. Ну а в принципе понимаю, что еще 5 контейнеров впереди. Думаю, что бы не пооткрывать-то, не валяться-то добру. Ну, понятное дело, что откладываю долгий ящик, я это не собирался. Делаю следующее открытие и получаю себе черный ящик и 100 золота. То есть, в любом случае, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а голдишка возвращается, да еще и выпадает черный ящик второго уровня, из которого 600 золота. Тоже крут несусветная и я нахожусь, ну, прям в очень классном плюсе. Я лично в тот момент не верил своему счастью. У меня было такое впечатление, что это вообще происходит не со мной и не с моим аккаунтом. И ситуация меня не то что удивляла, а просто заставляла меня задуматься, да что же в конце концов-то происходит на этом аккаунте и не сделать ли из него основной. Потому что на основном аккаунте мне так не перло никогда. Голда продолжает потихоньку пребывать, да, с миру по нитке, голому веревка, но в любом случае золотая копилка пополняется, ну, а значит из минусов, которые я вроде бы как уходил, мы потихоньку начинаем выходить в существенный плюс. Ну, и открывая еще один контейнер, я надеюсь на то, что будет там что-то жирное. И, в принципе, да, вот оно, К-91. Я получаю себе машину стоимостью в минимум 7,5 тысяч в голом состоянии. Да куда там, скорее всего и дороже, потому что это девятка, а продать ее вообще можно за 5 косарей, хотя не собираюсь этого делать. Ну и для себя понимаю, что, наверное, на этом стоит остановиться. Но рука дрогнула и 1150 голды из копилки уходит. Хотя, скажу откровенно, пожалел потом о том, что сделал данный прокрут. Вот такая вот история с прокрутом рулетки. И, ребят, я не знаю, честно говоря, как кто воспримет данное видео. Кто-то скажет, что это реклама, кто-то скажет, что я пытаюсь пропагандировать рулетки и контейнеры. Ребят, повторюсь еще раз. Это был не более чем спонтанный эксперимент с моей стороны. И я ни в коем случае никому не рекомендую крутить рулетки или открывать контейнеры. Делайте, как это делаю я. Заходите в магазин, приходите на аукционы летние, летние или зимние. И покупайте себе те машины, которые вы хотите. Ну а рулетку крутите только лишь тогда, когда главная награда это то, к чему вы стремитесь. И вы готовы отдать за нее полную стоимость данной рулетки. Не воспринимайте видео как рекламу. А кто может себя переселить и вместо какого-то хамства написать в комментариях слова поддержки и порадоваться за меня, с удовольствием почитаю ваши комменты. Подписывайтесь на канал. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!